За прошедший год был реализован ряд важнейших партийных проектов. Одно из направлений – это развитие детского спорта в Анапе. Константина Постолиди – местный координатор проекта. Главная цель – вовлечение молодежи в массовый спорт. 2018 год стал для Анапы знаковым. Анапчане одержали ряд серьезных побед на мировых состязаниях. И количество желающих заниматься спортом неуклонно растет. На базе общеобразовательных учреждений работает 28 спортивных клубов, деятельность которых осуществляют 89 специалистов. Общее количество занимающихся – 4 423 человека. Работа данных спортивных клубов направлена на пропаганду здорового образа жизни детей и приучение их к систематическим занятиям в спорте. О работе партийного проекта «Народный контроль» доложил координатор, заместитель главы города Эдуард Балмышев. В курортный сезон в Анапе особенно обостряется ситуация с незаконной торговлей. Но особое внимание – это продажа контрафактного алкоголя. Благодаря внимательности местных жителей, неравнодушных граждан и общественников, борьба с такими нарушителями приносит свои результаты. Сотрудниками полиции за 2018 год составлено 215 административных протоколов, предусмотренных статьями КОАП РФ. В рамках административного законодательства изъято более 20 тысяч литров алкогольной продукции. По сравнению с прошлым годом количество протоколов и изъятой продукции уменьшилось. Это связано с изменением административного законодательства в части повышения штрафных санкций, что повлияло на снижение фактов незаконной продажи алкогольной продукции. Также на конференции обсуждались вопросы по единому дню голосования. В двух сельских округах пройдут выборы местных депутатов. Продолжится работа на объектах, которые включены в реализацию проекта «Городская среда». По итогам конференции однопартийцы единогласно утвердили отчеты по работе за 2018 год. Координаторам и представителям общественных советов необходимо разработать план реализации проектов в 2019 году. Срок исполнения до 10 февраля. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион.